что делать если блины уже надоели а масленица еще не закончилась попробовать финские масленичные булочки ласки айс пулла мы сегодня заглянем с вами в кондитерскую попробуем их а потом приготовим сами знаете меня не перестает удивлять как здесь сезонно становятся популярны какие-то кондитерские продукты мы с вами уже знакомы с йолу торту и пирожными рунеберга и как они важны для финнов ласки ась в переводе означает масленица пула булочка эта традиция пришла в соме и швеции в 19 веке также их пекут в дании и норвегии в швеции булки называют сэмла и они с марципановой или миндальной начинкой финляндии традиционную марципановую начинку придумали заменять на варенье самый известный любитель булок это король швеции адольф фредрик есть легенда по которой он объявшись как раз этих булок и умер 12 февраля 1771 года на самом деле адольф фредрик еще много чего успел съесть в этот день а умер он от инсульта или инфаркта но то что его куб погубила смерть к поеданиям сэм распространилась невиданной быстротой отправляемся с вами в кафе и это такой большой и очень пухлый невыносимо аппетитный мягкий сладкий шар возможно даже сказать колобок из дрожжевого сдобного теста с добавлением кардамона аккуратно разрезанный на две половинки это великолепие нужно поедать либо в жирный вторник либо в прощенное воскресенье но это неправда финны кушают эти прекрасные шары с середины января и до пасхи не обращая внимание на дни недели приступим к приготовлению булочек погода правда совершенно масленицу не ждет всю неделю минус 20 минус 25 градусов вам потребуется 25 грамм дрожжей 100 грамм размягченного масла или маргарина одно яйцо в тесто и одно яйцо для смазки булочек 200 миллилитров молока 700-900 грамм муки 100 грамм сахара 1 чайная ложка кардамона 1 чайная ложка ванилина пудра 200 миллилитров жирных сливок 33 процента и выше малиновое варенье и крупный сахар для декорирования берем дрожжи и заливаем их теплым молоком хорошо размешиваем добавляем сахар все хорошо перемешиваем и далее добавляем яйцо делим муку на две части с первой частью замешиваем жидкое тесто лучше муку просеять добавляем растопленный маргарин все тщательно замешиваем далее ложку кардамона но если вы эту приправу любите можете положить и чуть больше все тщательно перемешиваем добавляем вторую часть муки и замешиваем все тщательно руками но старайтесь с мукой не переборщить тесто не должно быть сильно плотным но при этом не должно приставать к рукам накрываем тесто полотенцем и убираем в теплое место чтобы она поднялась в два раза а сейчас займемся начинкой взбиваем сливки добавив немного ванильного сахара я проверяю готовность сливок переворачивая миску если они не двигаются значит крем готов тесто поднялось приступаем к формированию булочек булочки делайте примерно среднего размера чтобы она помещалась в ладошку смазываем булочки взбитым яйцом сахаром а я видела как финны смазывают обычной теплой водичкой сахаром декорируем булочки крупным сахаром ставим булочки в духовку на 200 градусов на 15-20 минут потом даем немного остыть разрезаем на две половинки смазываем булочки малиновым вареньем обычно варенье кладут только посередине но я решила размазать его по всей булочке выдавливаем сливки если у вас нет пакета можно разложить сливки ложкой сверху накрываем крышечкой и посыпаем все сахарной пудрой можно подавать к столу приятного вам аппетита не забудьте подписаться и обязательно ставьте лайки мне будет очень приятно до новых встреч и всем пока